Всем здравствуйте! Сегодня ремонт вот такого вот мультиметра Avon D35, ну и заодно небольшое его сравнение с моим домашним ричметром 409B. Можете видеть, насколько этот прибор больше. Это мой рабочий мультиметр, в принципе он меня практически всем устраивает, есть у него несколько проблем, знал бы я раньше, наверное, я бы не купил его в свое время, но во всем остальном прибор неплох. Неплох он был ровно до того момента, пока перестал адекватно работать. В принципе он все еще продолжает измерять напряжение, хотя вот видите, показывает 300 милливольт при отключенных щупах, но если подключить батарейку, то в принципе измеряет более-менее адекватно. Измеряет тот, все нормально, за исключением одного нюанса. Переключаем прибор в режим измерения сопротивления, и при отключенных щупах у нас сопротивление 544 Ом. Если закоротить щупы, 0 Ом он показывает, но вот нормального, адекватного сопротивления, к сожалению, не измеряет. Есть у меня вот резистор MLT 2,7 кОм, 10% точность. Давайте попробуем измерить. 357 Ом. Без резистора 543 Ом. Что-то с сопротивлением у нас не срослось. Падение напряжения. 471 милливольт без подключения диода. Подключаем сопротивление. 330 милливольт падения напряжения на сопротивление. Прозвонка. Опять же, она пищит. Но при отключенных щупах 543 Ом. И, соответственно, режим измерения конденсаторов. Берем не такой большой конденсатор. 470 микрофарад. Подключаем его к прибору. И он у нас практически, как вы видите, ничего не меняется. Он показывает 0 нанофарад. И на этом, собственно, всё. Давайте поменяем полярность на всякий случай. Но, опять же, ничего не происходит. То есть, на измерение конденсаторов прибор тоже не реагирует. Очень расстроился, когда увидел такое его поведение. Но, покопавшись в интернете, нашёл, что у этого прибора есть, так сказать, врождённый бах. Многие на него жалуются. У него сгорает один или несколько защитных транзисторов внутри прибора. И после этого он начинает себя вот так вот вести при измерении сопротивления, в частности, ну и в некоторых других режимах. Поэтому давайте сейчас разберём, проверим, повезло ли мне так сказать. Если это действительно пробитые транзисторы, то будем их менять и чинить прибор. Если не пробитые транзисторы, то посмотрим, возможно, удастся найти какую-то другую проблему внутри прибора. Так, для начала, чтобы разобрать прибор, нужно из него извлечь батарейки. Прибор работает на двух батарейках формата 2А. Итак, разобрали прибор, и вот, собственно, его внутренности. Давайте я возьму микроскоп, чтобы было лучше вам видно. Да и мне, собственно, чтобы было лучше видно. Микроконтроллер 1631GEF. Есть ещё маркировка FS9922DMM4. Соответственно, вы можете видеть, не знаю, ну, скорее всего, 1631GEF. Это маркировка контроллера. Есть место для установки Bluetooth-модуля. У меня прибор просто D35. Есть ещё версия D35B или BT, не помню точно. Она идёт с Bluetooth-модулем. В этом приборе Bluetooth-модуля нет. Соответственно, это место пустое. КОН-1, какой-то порт для консоли, видно, можно распаять или что-то подключиться к прибору. Есть на схеме несколько подстрочных резисторов, которыми можно что-то калибровать в приборе. Честно говоря, не было нужды, поэтому не разбирался. И два транзистора с маркировкой LY. Это, собственно, Q5 и Q4. Те транзисторы, на которые чаще всего грешат в интернете, когда описывают вот такое вот поведение этого прибора. Давайте попробуем померить, что у нас происходит на этих транзисторах в данный момент. Так, ставлю прибор на прозвонку. Это у нас база. 0,0 Ом получается, да? Сейчас включим пищалку. И, скорее всего, услышим пист. Да, короткое замыкание. Причём, в обе стороны. Второй транзистор. Опять короткое. Так, давайте померяем всё-таки сопротивление. Щупы у меня... Ну, примерно 0,15-0,13 Ома. А тут получается где-то 0,0. Это даже те же самые 0,12-0,15. То есть, практически 100% короткое замыкание. Если я не ошибаюсь, это у нас электробаза пробит переход. Причём пробит он в обе стороны. Примерно одинаково. Давайте сейчас я выпаю эти два транзистора и посмотрим на месте, вне схемы, как они себя поведут, если их попробовать прозвонить. Продолжаем ремонт мультиметра. Посмотрел я более подробно на его схемку, вернее не на схемку, а на саму плату отмыл от остатков припоя. И смотрите, что я увидел. На сплате эти контакты, которые у нас звонились накоротко при проверке транзисторов, они звонились накоротко по той простой причине, что они собственно и соединены накоротко на самой схеме. Но транзисторы на самом деле пробиты. Измерение у меня стоит сопротивление. База плюс, эмиттер минус. 2,2 кОм. Меняю полярность наоборот. Эмиттер плюс, база минус. Те же самые 2 кОм. И соответственно эмиттер коллектор у нас тоже звонится. Не удается попасть на контакты. Вот у нас эмиттер коллектор 300 Ом. База коллектор. Соответственно 2,5 кОм. На втором транзисторе все точно так же. База коллектор 2,5 кОм. Вернее база эмиттер, база коллектор. 3,2 кОм. То есть эти транзисторы звонятся как два резистора соединенные друг с другом. Они полностью пробиты. Давайте их будем менять. Я поискал что удалось мне найти и нашел вот такой вот практически аналог. Это у нас транзисторы маркированные. Они как 1FW. Это не совсем аналог того, что здесь стояло. Ну в принципе они должны подойти. Давайте попробуем их установить и посмотрим поможет ли это мультиметру или проблема все-таки в чем-то другом. Так. Пробуем включить. Напряжение осталось точно так же. 300 мВ. А вот сопротивление теперь показывает правильно. Ну во всяком случае он теперь показывает отсутствие сопротивления, когда к прибору ничего не подключено. И это меня радует. Короткое замыкание. Щупы 0,6 Ом. Давайте возьмем где-то у меня тут был резистор. Тот же самый на 2,7 кОм. 2,59 кОм. Да, все правильно. Теперь попробуем прозвонку. Падение напряжения пропало. Ну вернее не прозвонку, а проверку диодов. Так. Теперь прозвонка. И последнее, что у нас не работало, это измерение емкости конденсаторов. 448 мкФ. А емкость у него 470. Да, действительно, спасибо интернету, прибору полегчало. У него действительно были нерабочими пробитыми эти два транзистора. Итак, ремонт удался, а теперь небольшое сравнение этих приборов. Я не буду сейчас говорить обо всех характеристиках, они в принципе примерно похожи. Вот этот прибор измеряет чуть меньшие токи, но при этом большую емкость конденсаторов. Этот прибор может работать с токами до 20 А, но у него меньшее количество отчетов, нет 3 РМС, и он измеряет меньшую емкость конденсаторов. При этом у него частотомер работает до более высокой частоты. Я хочу сказать именно о использовании этих приборов, об ощущениях работы с приборами. Первое, что это размер корпуса. Этот прибор гораздо меньше, этот крупнее. Кому-то больше нравятся такие малыши, кому-то вот такие вот побольше. При этом дисплеи у них примерно одинаковые, но за счет контрастности выигрывает вот этот вот ричметр. Также он выигрывает за счет углов обзора. Здесь уже непонятно, что на дисплее, а здесь все еще хорошо читаемо. Единственное, где Овон выигрывает по дисплею, это если смотреть с обратной стороны. Здесь еще все видно, а здесь уже цифры вот иногда уходят полностью в невидимость. Но с другой стороны, так ли часто вы смотрите на мультиметр с обратной стороны. А вот что мне на самом деле не понравилось при работе с этим прибором, это его скорость работы. Он дико медленный. Я еще никогда не видел настолько медленного мультиметра. Не знаю, может быть я просто придираюсь, но давайте посмотрим. Вот у меня есть обычная пальчиковая батарейка. Переключаем ричметр в измерение напряжений, берем щупы и подключаем к ним батарейку. Минус 1,26 вольта. При этом вы можете видеть, что напряжение на дисплее практически сразу с ноля становится нужным. То есть нет какого-то движения, нет какого-то переключения. Берем вот этот прибор, измерение напряжения, вольты, подключаем ту же самую батарейку. 500, 1,9, 1,2. Опять 300, 1,8, 1,2. Отключаем 0,9, 0. На мой взгляд это очень медленно и очень неудобно. Когда ты что-то пытаешься делать быстро, тебе нужно понять, прибор уже померил или еще это не последнее значение на дисплее. То же самое касается измерения сопротивлений. Вот у нас амметр, вот у меня есть резистор на 2,7 кОм. Подключаем. И вот нам 2 кОм. При этом прибор сначала показал 40 Ом, 0 Ом, 0,2 Ом, а потом 2,5 кОм. Все диапазоны переключения этого всего нам видно на экране, так сказать, невооруженным взглядом. Берем этот прибор, переходим в то же самое измерение сопротивлений. И вот нам практически сразу показывают 2,6 кОм. При том здесь у нас 2,598, а здесь 2,593. Ну то есть примерно одинаковое значение, разница только в третьем знаке после запятой. То есть точность у приборов, можно сказать, примерно одинаковая. Давайте попробуем измерить емкость конденсатора. Есть вот у меня конденсатор на 1000 и вот есть на 2000 микрофарад. Давайте возьмем на 2000. Переходим в режим измерения емкости и подключаем конденсатор к прибору. И все, на дисплее ничего не происходит, ничего не меняется. И так прибор будет показывать эти ноли до тех пор, пока не померяет емкость. Если сможет ее померить. Он все еще меряет. И вот наконец у нас 2178 микрофарад. Я отключил щупы, а он только понял, что я их уже отключил. Теперь давайте попробуем измерить этот же конденсатор на вот этом приборе. Так, закоротим для чистоты эксперимента. И подключаем конденсатор. Вы можете видеть, что на дисплее хоть что-то происходит. Происходит переключение диапазонов, то есть видно, что прибор что-то измеряет. Две целых сто семьдесят три тысячных миллифарада. Ну то есть 2170 микрофарад. Примерно одинаково, но как по мне этот это сделал гораздо быстрее. Еще раз. И теперь еще одно сравнение с этим прибором. Все еще ждем, ждем. Во, померил. Но с этим всем можно было бы мириться, если бы не один минус работы еще больший, на мой взгляд. Это работа прозвонки. Так называемой пищалки. Я думаю все знают этот режим. У нас короткое замыкание, у нас прибор пищит. Давайте посмотрим, как это выглядит на вот этом приборе. Здесь у нас пищалка работает в режиме прозвонки диодов. Вы могли видеть, я не очень быстро соединяю щупы, но прибор уже начинает пропускать некоторые соединения. Теперь смотрим здесь. Не настолько медленно, как измерение конденсаторов, например, но все равно этот прибор это делает медленнее. Если вам нужно, например, прозвонить, куда идет контакт по плате, например, вы видите микросхему, вы знаете, что контакт приходит на какую-то ее ножку. Вы ставите один щуп на контакт, вторым щупом быстро проводите по ножкам микросхемы. На этом приборе практически невозможно это определить. То есть нужно это делать как-то вот так, вот отдельно касаясь и фиксируя щуп на каждой ножке. На этом приборе это можно сделать чуть-чуть быстрее. Лучше всего в этом плане это вот этот вот старичок. Вот такой вот старенький приборчик, это у нас ДТ-838. Переключаем его в режим прозвонки и пробуем отстучать ту же самую морзянку. Практически ни одного несрабатывания не было. Прибор постоянно на каждое касание реагирует. Вот эти вот автоматы в этом плане, конечно, гораздо хуже работают. Но у этого прибора есть небольшой плюс работы пищалки по сравнению с ричметром. Здесь у нас пищалка работает в режиме проверки диодов. И когда вы закорачиваете щупы, вы видите некое абстрактное падение напряжения. У этого прибора прозвонка работает в режиме измерения сопротивления. И если вы закоротили щупы, то вы видите именно значение сопротивления, которое у вас сейчас измерил прибор. Это бывает очень удобно, если вы работаете с низкими сопротивлениями, там 2-3 Ома. На такое сопротивление этот прибор будет пищать, как собственно и этот прибор будет пищать, что у вас там короткое замыкание. Но если для вас 2 Ома это нормально, там 2-3 Ома, то здесь вам нужно будет переключиться отдельно в режим измерения сопротивления и перепроверить, почему он пищит. А здесь вы можете просто посмотреть на дисплей и сразу понять, какое же у вас там сопротивление. 2 Ома или 0 Ом. На этом у меня все, не забывайте писать комментарии, всегда с удовольствием их читаю. Подписывайтесь на канал и большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Поехали.